Девушки отдыхают Красные группы в основном скелете Кстати, я их покрасил в красный, потому что эти группы полностью автоматизированы и их нельзя анимировать Давайте посмотрим на структуру модели Каждая рука и нога находятся в отдельной группе Откроем группу с правой рукой Рука разбита на три части Верхнюю, нижнюю и переключатель с коллекцией ладошек Обратите внимание, что оригинальные группы рук и ног должны находиться ниже группы тела Теперь перейдем к созданию референсов Создадим новую группу над группой головы и назовем ее ArmRefR Ref означает, что эта группа будет содержать референсные слои, а R, что это рука правая Покрасим ее в коралловый цвет и продублируем Переименуем группу для левой руки Теперь создаем референсы для слоев правой руки и перенесем их в созданную группу Стоп, а почему мы просто не сделали референс для всей группы? На случай, если вы захотите управлять видимостью оригинальной группы другими смартбонами Запомните одно правило Если вы собираетесь анимировать видимость референсного слоя смартбоном Сам оригинал не должен иметь тех же ключей в экшенах Иначе референсы могут потерять свои ключи и взять их с оригинала Таким образом мы будем анимировать отдельную группу, а не референс И сохраним за собой возможность управлять видимостью оригинальной группы Продолжаем Жмем Group with Selection для референсного переключателя с ладошками и подписываем группу Это нужно для того, чтобы вы могли легко обновить референсный переключатель, если захотите добавить новые ладошки в коллекцию Повторяем все то же самое для правой руки Теперь нужно добавить анимацию видимости наших референсов для смартбоуна с поворотом тела Этот смартбоун у нас остался, потому просто откроем его 150-й кадр это середина экшена Нам нужно отключить видимость референса правой руки, когда тело поворачивается направо А когда поворот идет налево, отключить левый референс Давайте выйдем с экшена, перейдем на первый кадр и посмотрим, что у нас получилось Ура! Работает! Теперь добавим дополнительный контроль для глубины рук Сделаем еще по дополнительной группе сверху На этот раз добавим референсы только для ладошек и предплечья Перенесем их в группу Поместим ладошки в еще одну группу и продублируем их еще раз выше предплечья Повторим то же самое для левой руки Перейдем в экшен арм Шай Эр Этот рычаг даст нам дополнительный контроль глубины правой руки 25-й кадр это середина экшена Когда мы будем двигаться правее, будем прятать части рук референса, что находятся в нижней группе А когда левее, будем включать референсы рук из верхней группы То есть слева все включено на максимум, справа все полностью выключено Приступим! Сначала спрячем верхнюю часть руки на 35-м кадре Потом нижнюю на 42-м И последними ладошки на 48-м Теперь перейдем в верхнюю группу Сначала отключим предплечье на 15-м Потом включим ладошки с 5-го по 10-й кадр А верхние с 1-го по 5-й Это нужно для того, чтобы лишний раз не насваивать их друг на друга Повторяем то же самое для левой руки Старайтесь, чтобы ключи были расположены в одних и тех же кадрах для обеих рук ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕСТИМ Думаю, теперь у вас достаточно знаний, чтобы сделать ноги самим Спасибо за просмотр! На этом все! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok